Какова ваша оценка результатов встречи с президентом Соединенных Штатов Америки в Хельсинки? После того, что прошли пять недель, сегодня вступают в силу очередные санкции США в отношении России. США также угрожают тем, что они могут еще в дальнейшем накладывать санкции, связанные с газопроводом. Северный поток-2. Какова ваша оценка? Северный поток-2 нужен Европе. Это проект, который нужен Европе. Господин президент только что сказал о необходимости перехода на более экологичное топливо в Арктике. Это абсолютно правильное предложение. Но это не единственная сфера применения голубого топлива. Самое главное заключается в том, что объемы потребления, в том числе и в Европе, растут. Газпром, например, почти на 13% в прошлом году увеличил поставки в страны Евросоюз. А собственные ресурсы в европейских странах, и в Норвегии, и в других странах, и в Великобритании, они истощаются. Это просто, что называется, медицинский факт. Это установлено экспертами, может не сомневаться, так оно и есть. В этом бизнесе есть определенные правила. Объем поставок и величина маршрута. При таких масштабах, которые Россия поставляет газ в Европу, и при таком расстоянии между источниками этого газа, между пунктами добычи и пунктами сдачи, Россия является самым оптимальным поставщиком для европейской экономики. Мы готовы конкурировать со всеми. Надеемся на честную конкуренцию в рамках действующих международных правовых норм. Что касается нашей встречи с президентом Трампом, то я оцениваю ее положительно и считаю, что она была полезной. Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными. Президент Трамп высказал свою позицию по этим проблемам, я свою. Но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен. Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. И дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого эстаблишмента правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме. А Хельсинки, мы хотим сказать спасибо за организацию этого встречи. И заключительный вопрос на этой пресс-конференции. Пожалуйста, Первый канал. Мой вопрос.